Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь основал Церковь и Своих апостолов и послал их в мир для того, чтобы они проповедовали две очень важные вещи, как сегодня мы читали Евангелие, покаяние и отпущение грехов. Так, каждый человек, он перед Богом виноват. И вот эта вина осознания для того, чтобы спасти свою душу от греха, необходима каждому. Это очень важно. С этого начинается вообще духовная жизнь. С этого даже и вера начинается. Но взаимодействие человека и Бога может случиться только тогда, когда к человеку приходит благодать Божья. Таким образом осуществляется реальная жизнь духовная. И что такое духовная жизнь? Это не значит на заваленке сидеть, и про полночный троллейбус песню петь, и, как говорится, бренчать, так сказать. Или там в театре сидеть где-нибудь там в билетаже и в бинокль смотреть, как там балерины там замечательно танцуют. Или там хорошую книжку читать. Это все не духовная жизнь. Духовная жизнь это то, что имеет непосредственно взаимодействие с самим Духом Божиим. Дух Божий приходит в сердце человека первый раз. Только тогда, когда человек начинает каяться. А зачем Богу нужно от нас вот это сознание и чувство собственной вины? Чему ему обязательно нас нужно привести в такое состояние? Не для того, чтобы мы были там унылые, мрачные. Разные люди покаяния по-разному переживают. Одни плачут, действительно, а другие смеются. Эта реакция души человека, она может быть разная. Вот там у отца Сафрония описано, что он спросил там один человек, как же ты можешь на гармошке играть, когда ты человека убил? А он говорит, а мне Бог простил. То есть он покаялся, и действительно, у него свидетельство есть внутреннее от Бога, что он Бог простил. Поэтому это уже совсем другое дело. А другой будет до конца жизни слезы проливать. Но не это важно. Не смех важен, и не слезы важны. А важно, благодать пришла в сердце или нет. Потому что благодать только очищает. И благодатью человек соединяется с Богом. И вот это соединение с Богом, это, собственно, и есть спасение души. Потому что что такое грех? Ну, убить человека, это, конечно, грех. Но это грех как поступок. А можно никого не убить, и все равно пребывать во грехе. Потому что грех, это и есть бытие человеческой души вне Бога. Когда Бог сам по себе, а человек сам по себе. Вот такая независимая жизнь. При этом человек иногда может о Боге как-то даже и вспоминать. Какие-то трудные минуты. Когда кто-то помер там, отпеть. Кто-то родился покрестить. Вот. Что-то, кто-то испугал. Он, бутылка рядом упала с восьмого этажа, рядом разбился. О, Господи! Так сказать, пронесло. Так сказать, вспомнил о Боге. Но это не есть духовная жизнь. Просто человек знает, что есть Бог. Но это, кажется, знает. В этом, собственно, никакого достоинства нет. Это не есть еще духовная жизнь. А Господь хочет, чтобы в каждом человеке духовная жизнь кипела, бурлила. Зачем ему это надо? Потому что, может быть, это нам чудно слышат, потому что мы сами на это не способны. но Он каждого из нас очень любит. Причем, Он любил нас еще до того, как мы родились на свет. И более того, когда мы рождались на свет, только Он один знал, какие мы будем. У кого глазки будут синенькие, у кого зелененькие, кто будет, с какого роста. Он это знал. Он про каждого из нас знал. Кто будет мальчик, кто девочка. Это Он все знал. Мы принадлежим Ему. И Он нас любит. И Он нас хочет спасти. Спасти от той жизни, в которой мы живем. Хочет к себе взять навсегда. Но есть такие вещи, которые как бы невозможны. Ну, например, взять в баке воды внутри зажечь свечу. Вода не даст свече гореть. Никак. Вот в пустом без воды можно зажечь, а с водой нельзя. Поэтому грех с Богом не совместит. Грех это то, что человека отделяет от Бога. Поэтому, чтобы соединиться с Богом, нужно отделиться от греха. А мы уже по своей пасши природе вот рождаемся уже соединенным со грехом. И поэтому только благодать Божия нас может отделить от этого греха. Вот это отделение это можно еще назвать святость. Потому что Бог свят. что такое свят? Свят значит отделен от греха. Мы говорим вот Бог един только он один без греха. И вот для этого он пересошел на землю и своих учеников апостолов учил. Объяснял вот этот путь. Каким путем каждый из них пройдя может освободиться от греха. Не с помощью вот есть мол браток такие управления с помощью которых грех он как бы от тебя шелушится и ты будешь вот чистый святый и так далее и так далее. Как говорится играй в пинг-понг и холестерина будет меньше. Нет не таким образом. А как? Бог пришел и стал человеком. Для чего? Чтобы каждый из апостолов его учеников ну и мы тоже то есть они непосредственно а мы через Евангелие могли смотреть а как вот эта небесная внутренняя жизнь выражается во внешне ну вот например если художник если он гений там внутри себя то этого гениальность будет выражаться на том полотне на котором он пишет музыкант гений он там внутри гений то это будет выражаться в тех звуках которые он организовал на нотной бумаге а если он не композитор а исполнитель но тоже гений то эта гениальность будет в его исполнении так же вот и педагог и кулинар и милиционер то есть кто угодно вот в любой деятельности если человек что-то из себя представляет это выражается в его деятельности Христос был свят причем свят не как человек какой-то из святых угодников божьих а свят абсолютной божественной святости но он был человек человечество с ним было соединено поэтому вся его жизнь каждый жест каждого слова имела для них такой назидатный характер и они смотрели они смотрели вглядываясь они трогали его слушали что-то понимали что-то нет что-то просто чувствовали и это в них запечатлевалось и вот когда это в них запечатлелось когда они вот это все полюбили когда они поняли всю великую красоту вот этой совершенно новой жизни потому что Христос был человек совершенно необычный таких людей до него на земле никогда не было и все даже замечали мы в Евангелии находим такие слова что многие люди удивлялись говорят но никто никогда таких вещей не делал и никогда не говорил так как он говорит поэтому они такое необычное явление и вот одни как-то поверили что он действительно сошел с неба что он действительно свят и вот кто поверил этому тем он явился после того как он воскрес почему не всем взял бы всем явился и все о уверовали а ему это не нужно ну как же вроде за этим пришел чтобы все уверовали нет вера вере рознь вот в кармане у меня очки и вот я верю что они в правом кармане ну и в чем тут подвиг ни в чем это просто я знаю что они в кармане вот и все ну и так бы все знали что Христос воскрес ну и что сейчас все знают что Христос воскрес у любого спросила скажет 2000 лет от Рождества Христова а 15 лет назад спросил у человека когда Христос родился ни один не мог сказать ни один человек у нас по крайней я не знаю может где-нибудь в Америке и знал но у нас никто не знал когда родился Христос а сейчас знает и что а ничего вот что родился что не родился абсолютно никакого интереса к этому нет поэтому Христос воскресшим явился только тем кто в него веровал когда он жил среди не как человек а почему ему такая вот важность в этом почему он как бы скрывал свое божественное достоинство а потому что он не хочет насилия вообще ни над кем ни в чем потому что чудо это всегда насилие потому что ну это естественно раз человек нарушает естественный порядок вещей значит он имеет что-то такое к Богу непосредственно отношение уже человек без собственных усилий вынужден как бы развести руками и сказать ну да это все это дескать от Бога а Христос хочет совершенно иначе чтобы каждый человек воспринял эту жизнь которую он прожил именно в силу ее истинности и красоты чтобы он согласился с этой жизнью сам с сердцем вот что это важно и сам добровольно стал учеником Христов а от своей жизни греховной которой мы все живем чтобы человек отрекся вопреки всему воспитанию образованию здравому смыслу общественному мнению и там всяким ну всему что вот есть в нашей цивилизации вот вопреки всему этому чтобы он вот как Достоевский так сказал говорит если даже узнаю что истина не во Христе все равно останутся Христом вроде бы так сказать парадокс но он как так сказать человек такой поэтический он что вот ему всякие конструкции философия это вообще не важно потому что лучше Христа ничего в мире нет ничего в мире нет не краше не чище но вот ничего вот два юбилея вот Пушкин как поэт да гений а какая мамаша захотела чтобы ее сынок прожил жизнь Пушкина дорогие мамочки кто хочет нет избавил Бог избавил гениальный человек безусловно может сказать ну наверное самый умный человек вообще в России за всю эпоху ну и что и во что это втоптано с такими-то дарами в такую залез чушь что дошел до такого безумия что гекерна он на дуэль стал вызывать это же вообще ну я не знаю ему не только рукой нельзя сдавать здороваться это вообще ну какие только есть мерзости на свете вот так сказать ну как бы все что есть на НТВ все в одном гекерне так сказать и вот он с ним там тягаться там стреляться это какое-то безумие а ведь умнейший человек умнейший а как до чего дошел страсти страсти вот общество что скажут там сплин тоска да там то сё и все это перемножилось и вот человек в расцвете сил совершает этот безумный поступок а нужно то было ну прислали письмо ну обозвали рогоносцем ну и забыл ну и простил ну и посмеялся вообще какая ерунда из какого письмишка не подписанного он лишил и семью отца и ну и вообще там что там говорит правда царь конечно позаботился денег дал и пенсии там в общем не то что в наше время конечно вот вот и всё и кого можно поставить со Христом кого Будду что Мухаммеда кого ещё ну есть ли на свете что-нибудь рядом нет ну и вот все люди распределяются одним это интересно а другим это не интересно вот вы знаете батюшка вот у меня внук вот у меня внучка у меня там это вот это то ну да внучка внук это всё очень интересно а некоторые там родина там Россия там ещё там чего-то патриоты отлично а другой там у него другие там навороты там меня побили меня ограбили а третий вот ему жить не на что а у четвёртого ноги нет а у пятого рак в четвёртой степени всё это очень важно но Христос не интересует Христос нужен как повод вот кому бы мне сейчас помолиться чтоб у меня рука вот не болела или там чтоб мою внучок или там ещё там что-то вот вот это мои проблемы вот я я моё страдание а то что Христос пришёл на землю будучи Богом взошёл на крест кровь проливал вот за всё то что он для человечества сделал для того чтобы спасти с ним поступили вот так вот это не интересует почему почему а откуда такая тупость в человеке вроде человек способен на многое он может и стихи писать и вообще в тайны мироздания проникать и вообще не только атомную бомбу создать а вообще ну я не знаю каким-то там под микроскопом какие-то операции делать вообще я не знаю я в больнице лежал там ну как на моих глазах у одного парня там палец отрезали с ноги и к руке ему пришили и этот палец действовал то есть ну что сейчас вообще люди на что способны какие вообще вещи это просто потрясающе ну и что самое главное не видит а что такое тупение вроде при таком уме такое тупение грех вот он не дает возможности видеть главную единственная способность это вот увидеть и покаяться потому что одна из главных функций церкви которую Господь дал это прощение греху потому что ну вот что-то человек натворил и конечно что бы мы с вами не творили мы все творим перед Богом мы конечно и людей обижаем там и кому-то приносим страдания и многим людям всякие неприятности неудобства ну и так далее и так далее многие живут просто за счет других и так далее и так далее но помимо всего прочего вся наша жизнь она протекает перед Богом который нас любит и который чтобы нас спасти от греха отдал на смерть единородного сына то есть вот так он нас любит а мы об этом совершенно забываем нам совершенно вообще не интересует что Бог думает по нашему поводу вот мы живем так как будто его нет и вообще это совершенно нас не касается так иногда когда немножко нас жизнь прикрутит ничего немножко тряханет на некоторое время там день-два иногда неделя как-то это нас вроде вразумляет вот и вот конечно мы привыкли к этой такой тупой жизни мы другого как бы ничего не знаем и это наша беда никто нас в этом не обвиняет мы действительно такие но есть от этого спасение есть возможность оживить душу чтобы она была жива чтобы она видела Бога чтобы она ходила перед Ним чтобы она стала жить иной жизнью вот для этого нужно каждую заповедь Христову воспринимать очень серьезно как самую большую важность вот для того чтобы вот все другие идолы нашей жизни они как бы так посторонились потому что на передистале нашего сердца должен быть Христос чтобы действительно было у нас ученичество чтобы мы действительно учились от Него как он говорил научитесь от Меня своим апостолам вот мы это должны совершать и тогда конечно когда Господь увидит наши усилия потому что мы изо всех сил стараемся мы вот с той неправдой нашей жизни мы никак не соглашаемся мы действительно хотим быть подобны Ему потому что таким как Он мы быть не можем потому что это совершенно другое существо хотя по человечеству он был подобен нам но кроме греха а вот грех уже стал составляющей нашего естества как бы потому что мы в это погружены и конечно вот для нас это путь который Он указал и существует прощение что Господь сказал что свяженные на земле будут связаны небеса а то что разрешите на земле будут разрешены на небеса вот дана такая власть совершенно другое Господь так милосерден что готов простить простить каждому лишь бы Он захотел другого как в Евангелии сказано лишь бы Он не возвращался как пес на свою блевотину вот так конкретно сказано лучше не скажешь чтобы вот от той блевотины нашей жизни мы бы так вот отгребались отплывали так сказать на чистое и сухое место и это все на самом деле очень возможно и каждый из нас какую-то часть вот такую свою негожесть какую-то он может видеть все не увидишь это понятно погрузившись в эту тину открымши глаза на километр вперед не увидишь это тени озера Байкал наша греховная жизнь это помойная яма но что-то мы можем увидеть что-то можем какие-то бревна из своего глаза начать доставать и вот в этом процессе вот этот наш кругозор будет расширяться и вот это есть духовное видение и это есть тоже начал духовной жизни потому что это работа чисто духовная чисто духовная потому что это работа духа потому что все эти процессы они совершаются в духе в нашем внутри не в теле не в душе душа можно это реагировать как говорю то смехом то слезами это так сказать наша эмоциональная сфера нашего трех составного естества а именно в самом духе вот той лучшей частью где сосредоточен наше я вот надо так научиться самого себя обнажить чтобы почувствовать свою душу почувствовать постараться поставить ее перед Богом постараться почувствовать его взгляд на себе постараться увидеть вот эту ответственность потому что так мы обычно что-то скулим что-то жалуемся что-то чем-то недовольны перед чем-то беспомощно руки опускаем потому что нам все хочется какие-то решить глобальные задачи и в основном вот эти глобальные задачи они у нас с вами направлены на других людей мы что-то правительством недовольны там мужьями недовольны детьми недовольны там ну и там еще друзьями недовольны и так далее мы все хотим вот этого бы подправить этого отправить этого прогнать этот чтобы помер бы скорее и так вот мне тогда будет чуть-чуть как-то вроде полегче это совсем не та задача это задача как Пушкин думал там Геккерна застрелит или Дантеса на эту пулю жалко вообще вот а он думал что его это там отчет спасет от себя ты не уйдешь можно вообще всех перестрелять а от этого ничего не изменится хотя иногда и это надо в общем когда бывает война там это как бы совершенно другая категория но все равно если меня кто-то раздражает и я его ликвидирую то меня будет потом кто-то другой раздражать а когда я его ликвидирую меня будет третий раздражать поэтому лучше сразу бороться с раздражением внутри и тогда не надо будет ни первого уничтожать ни второго ни третьего никого не надо уничтожать и причем это еще совпадает с волей Божьей когда апостолы осерчали на одну самарянскую деревню хотели их испепелить ну а действительно все люди которые не веруют в Бога зачем они нужны в их бытии нет никакого смысла ни в их науке ни в их искусстве это же вся земная жизнь вне Бога причем Христа богов таких маленьких очень много она смысла не имеет потому что она там временная ну ты там лауреат ну ты там миллионер ну в гробу все одинаковые а дальше что а дальше ничего ну просто одного в кунцево закопают другого на новодевичем так сказать а в третьего так из пушки выстрелят на Луну вот а с душой это что все-таки главное что с душой а это вот как раз земная жизнь все ее регалии а не очень так сказать влияет на посмертную участь человека а Господь хочет что мы в вечности все вместе соединились да в любви да вместе с Ним вот для этого все это жизненное устройство поэтому вот за тот период времени который каждому из нас остался конечно смешно смешно надеяться что кто-то из нас приобретет те качества души которые необходимы для Царства Небес вот как преподобный Серафим Саровский он всю жизнь с детства там провел в посте молитве в подвигах и достиг совершенства он был вот как человек он был человек совершенный в таком христианском нравственном отношении вот какой он любви достиг ну просто прикинуть на себя вот его мужики два там избили топором что он стал горбатый и у него вообще ребра все переломали зубы выбили он у него горлом кровь шла и вот этих мужиков поймали и что он сделал он сказал что если вы их не отпустите я уйду из вашего монастыря и вынудил их отпустить вот он их так пожалел он про себя не думал хотя ну я не знаю их в клочки разорвать мало потому что такого на такого человека руку поднять это же не человек был а ангел он не только вообще никого не обидел он ну вообще даже большую часть жизни питался травой чтобы ни рыбку не поймать ни там вообще никого одну траву только ел чтобы только не обижать вот такой был человек и вот на такого рука поднялась ну я не знаю что с ним что с ними надо сделать и мало было а он там ну и кто из нас может такое устроить никто нет ближайшему родственнику простить не можем вот нам что-то сказали задели нам обязательно нужно ответить отомстить тут же ну слава богу с горячим утюгом в голову не пускаем но уж укольнуть ответить так сказать вот все или а бывает так на слово 10 это уж обязательно вот чтобы кто-то вот так взял смиренно промолчал простил а если нас топором ударить а если палец прищемить так вообще так куда смотришь руки распустил болван голова тут ты там и так далее и так далее вот как мы обычно реагируем то есть совершенно даже нет никакой попытки а можно все время делать вот эти попытки мы не достигнем христианского совершенства но господь глядя на нас он должен хотя бы убедиться что нам это надо что вообще это небесная жизнь нам нужна сама по себе и тогда когда он вот будет в этом уверен а он смотрит на сердце каждого бога никак не обманешь как кто к кому относится у кого чего как на что серьезно это вот жизнь дана и вот от того как мы проживаем господь и смотрит что нам удалось усвоить вот возможно ли присутствовать вот в таком человеке как каждый из нас присутствие благодати боже или вот это зависит только от нашего этого внутреннего согласия поэтому какую корысть выберем либо временное такое какое-то благополучие и такой жизненный комфорт либо заповедь Христову вот все время такая коллизия каждый день она решается и у сердца возникает определенный навык господь хотел бы чтобы конечно мы прошли его путем путем любви самоотречения жертвы подвига и тогда венец но если даже мы так не можем но хотя бы чтобы тенденция жизни общая была бы такая чтобы хоть ну хоть ходя в церковь хоть чему-то мы научились если ничему ну ладно как говорится пеняй на себя тут никто не виноват никого нельзя обвинить ни бабушку ни батюшку ни мамочку ни приятеля никого Господь смотрит на сердце каждого и видит все все обстоятельства твоей жизни все твои способности все в то что в тебя пытались вложить твои родители там учителя в школе все твои коллизии кому-то нагрубил кого-то опокрал на кого-то имеешь зло про кого-то сплетничал кого-то убил перед Богом все как на ладони как на ладони и он не судит он просто смотрит есть для этого человека возможность или нет а эту возможность каждый из нас выбирает сам сможем эту свечу зажать или нет вот если сможем значит совершил из нас покаяние если не сможем значит нет но она нет суда нет значит что-то недопонял значит что-то недочувствовал значит что-то недолюбил и так далее поэтому без Христа это невозможно надо нам вчитываться вдумываться, вглядываться в Евангелие в образ Христов смотреть все время на себя примеривать все время помнить что на нас смотрит и мы перед ним отчет должны держать все время привыкать к этой ответственности и на молитве и вообще в такое наше обычное время нашей жизни вот сейчас пост начинается Великий пост для чего это время? чтобы еще раз потрезвиться еще раз подумать еще раз посмотреть пересмотреть свою жизнь чтобы еще один шаг сделать пока время есть потому что его может не быть Господь может забрать любого и каждого в любой момент его жизни поэтому Господь говорит бдите и молитесь то есть все время надо бодрствовать не спать думаем а потом завтра или как-то так вот вообще бездумно то есть главная такая забота наша ума должна все время держать в памяти вот это покаяние и отпущение Грибов помоги нам в этом Господи не спать не спать не спать Продолжение следует...